Больная проблема по обеспечению жильем детей-сирот. На всех уровнях сказал, хватит играть в игрушки. Ну хватит. Мы что с вами делаем? Федерация выделяет огромные средства. Федеральный закон ограничивает нас по квадратам и по стоимости. Реализация этих мероприятий невозможна, потому что на рынке нет выполнения этих двух условий. Силовые структуры занимают позицию. Федеральные деньги выделены, местный орган не освоил, предписания, исполнение, судебное решение, возбуждение даже по некоторым регионам уголовных дел. Собираю их вместе. Здесь играть долго будем? Не понимаем проблему? Хотим заниматься перепиской? А дети где? Наша с вами деятельность, переписка. Если хотим кого-то посадить, кому от этого хорошо станет? Дети? Нет. Вышли с инициативой на краевой уровень. Первое. Это увеличить долю, она ограничена законодательством строительства домов с обеспечением жилья детям-сиротам до 25%. Это в действующем. То есть, есть, допустим, соквартирный дом, только 25 квартир можно разместить для детей-сиротов. Вышли с инициативой увеличить это. Второе. Дать возможность получения сертификата тем, кто это хочет. Сейчас эти два направления сведены в комплекс мероприятий на краевом уровне и направлены на рассмотрение на федеральный уровень. Дай бог, я надеюсь, мы сдвинем это с мертвой точки и приведет... Ну, я знаю, что и на федеральном уровне, в принципе, поддерживают эти идеи и приведет к какому-то результату. Все наши застройщики на местном уровне, со всеми проведена встреча и в обязательном порядке принято решение. Любой проект будет согласован только после того, как я увижу, что там 25% для детей-сирот по тем требованиям, которые есть. Больше ни один проект не будет согласован при невыполнении этих условий.